КВАДРОКОПТЕРЫ КВАДРОКОПТЕРО Ранее по инициативе заместителя председателя Народного собрания Республики Мусы Экзекова были подготовлены наблюдательные квадрокоптеры, прибор ночного видения, инструменты для ремонта техники и оборудования. Сбор осуществлен по заказу военнослужащих из 134-й мотострелковой бригады и проходящих службу в Ставропольском крае жителей Карачаева Черкесии, которые сейчас находятся на территории новых российских регионов. Мусах Абалич, как вы знаете, с самого начала СВО помогает, все время отзывается как бы на потребности в той или иной степени. Вот, помогал, помогает, ну и будет помогать, естественно. Также в Санкт-Петербурге он очень много помогает госпиталям лечения бойцов. В управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция с участием заместителя начальника управления, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуарда Чумаева и начальника отдела государственного контроля Магомеда Атабиева. На встрече с журналистами офицеры рассказали о роли, целях и задачах отделов, подвели итоги их работы. Подробности смотрите далее. Открывая пресс-конференцию, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев рассказал об изменениях в федеральном законе об оружии, о том, как осуществляется государственный контроль в сфере оборота оружия и сколько единиц огнестрела на руках у населения республики. На учете составит охотничье нарезное оружие, их около 6 тысяч владельцев и примерно столько же владельцев огнестрельного оружия ограниченного поражения. За истекший период текущего года в подразделение лицензионно-разрешительной работы поступило около 9,5 тысяч заявлений. По вопросам, связанных с оборотом оружия, приобретения, хранения, ношения и так далее. Из них около 97 процентов поступили в электронном виде. С начала года отделом государственного контроля Росгвардии были проведены проверки всех подконтрольных субъектов, в том числе топливно-энергетического комплекса. Проведена профилактическая и разъяснительная работы, а выдача предписаний приносит свои положительные плоды. По результатам проверок выявлено более 33 нарушений, обязательных требований, и руководители, ответственные за обеспечение безопасности, были привлечены к административной ответственности. Составлено было 7 административных протоколов. Важной темой встречи стало неправомерное применение оружия, особенно во время проведения свадебных церемоний. Было сказано о серьезной ответственности за подобные правонарушения. Опускают именно стрельбу с оружия неустановленных в местах, населенных пунктах, что является грубым нарушением общественного порядка. То есть там существует серьезная ответственность, вплоть до конфискации оружия, серьезных штрафов. И те, особенно свадьбы у нас, праздники какие-то. Наверное, свою радость надо другими способами и методами выражать. В завершение офицеры Росгвардии отметили, что главная задача военнослужащих и сотрудников Росгвардии – это обеспечение правопорядка и защиты интересов граждан страны. Мурат Жантьозов, Вести Карачаева, Черкесия. В картинной галерее состоялось открытие оригинальной выставки «Погружение и дольше века длится день», посвященной 80-летию депортации карачаевского народа в Среднюю Азию. Посетители могли не просто ознакомиться с жизнью карачаевцев в те печальные годы, но и почувствовать тяжелые минуты выселения. В выставке принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Они сказали, что нас выселяют по указу Сталина и дали на сборы 15 минут. Я разбудила детей, быстро собрала необходимое и вышла на улицу. Там уже было много людей. Нас посадили на машины и повезли на станцию. Там посадили вагоны и отправили в Азию. Это театрализованное представление полностью передает атмосферу и боль депортации карачаевского народа. После эмоционального выступления представители научного коллектива Музея Республики пригласили всех собравшихся погрузиться в уникальные трагические страницы истории карачаевцев. На выставке представлена информация о известных сынах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и воспоминания очевидцев, которые пережили эти тяжелые годы изгнания. Когда мы смотрим на все это, на все эти экспозиции, перед глазами проплывают те годы, которые от нас очень далеки. Мы видим уклад и быт нашего народа, видим эти злочастные вагоны и этот несчастный народ, который ехал и не знал, что его ждет. Нам кажется, что с этой выставкой можно поздравить и коллектив, и руководство нашего музея. Эмоциональные художественные образы, световые, визуальные и аудиоэффекты заставляли гостей выставки прочувствовать всю горечь и боль депортации. Даже те, кто, будучи ребенком, стал очевидцем этого трагического события, увидев в экспозиции те самые вагоны, которые перевозили депортированных, испытали на себе чувство утраты родины. Я родилась в Казахстане, Джамбульской области. И когда, ну, только я родилась, и сразу родители выезжали оттуда. То есть на год они позже выезжали, в 58-м году. То есть, ну, я знала, что всегда, с детства была такая болезненная, все время болела. Но меня, как только я зашла в этот вагон, и как будто бы я уже была там, как будто бы я уже однажды ехала в этом вагоне, у меня такие сразу ощущения такие появились. Выставка «Погружение. И дольше века длится день» была подготовлена научным коллективом музея и школой креативных индустрии. Гости выразили благодарность организаторам выставки за подделанную огромную работу в реализации этой идеи. Хотелось бы отметить, вот эта выставка, она несет на самом деле себе вот эту информацию, тот настроение, тот быт, который был у наших, как говорится, старших. И я хочу сказать здесь большие слова благодарности министру культуры и его команде, творческой команде, которые смогли частично передать ту атмосферу, атмосферу страха, неожиданности, неуверенности, понимаете, то, что испытывали наши старшие. Это наш первый проект подобного формата, и мы рады, что нам удалось реализовать его. Здесь представлены уникальные экспонаты, которые были привезены из Средней Азии, и сама подача понравилась участникам выставки, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Отличие, уникальность этой выставки заключается в том, что мы здесь специально обострили все чувства людей. Нам важно было, чтобы это была выставка, находиться в которой неудобно, находиться в которой тесно, находиться в которой темно и даже страшно. Только через это мы могли обострить чувства зрителей, наших посетителей, и, судя по отзывам, это получилось. Выставка будет доступна для посещения в течение месяца. Вход бесплатный, а для проведения театрализованной экскурсии билеты необходимо приобретать онлайн. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. Ежегодно в ноябре во всем мире отмечается Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. В филармонии Черкеска прошло праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. В Карачаево-Черкесии живет более 3,5 тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них являются членами Всероссийского общества слепых. Они с большим удовольствием посещают мероприятия в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих. Читают различную литературу и периодику, адаптированную для инвалидов по зрению. Устраивают концерты и творческие вечера. Уютный зал филармонии был до отказа полон. Собравшиеся смогли пообщаться в дружественной атмосфере и насладиться красивыми мелодиями и стихами. Председатель общества слепых Сергей Дубовик отметил значимость Всемирного дня слепых. Говорят, что это не праздник. Неправда. Праздник. Потому что это для нас лишний повод встретиться в торжественной обстановке. Убедиться, что мы живы, полны энергии, задора, оптимизма, жизнерадостные, неунывающие, уверенно смотрящие в завтрашний день. Вот с этим я вас всех и поздравляю. Известный поэт и автор-исполнитель Олег Походи подарил поклонникам своего творчества прекрасный концерт, на котором читал свои проникновенные стихи и исполнял лирические песни. Международный день слепых и слабовидящих – это еще одно напоминание о том, что среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются во внимании и понимании. Альбина Курачинова-Кенжева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Региональное министерство по делам молодежи и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» выступили организаторами республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зорница». Восемь лучших молодежных команд из разных районов Карачаева и Черкесии, юноши и девушки на протяжении многих месяцев готовились к тому, чтобы показать все, на что способны в таких дисциплинах, как разборка, сборка автомата, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки, бег на время. Ранее они прошли жесткий отбор, победив десятки дружин, и теперь должны были определить, кто представит нашу республику в финальном этапе, который состоится в Москве. На данном мероприятии принимают участие наши активные команды, которые во всех республиканских региональных этапах принимали активное участие, были призерами, самыми лучшими командами республики за 2023 год. «Каждый этап отдельно. Мы занимаемся стрельбой, разборкой-сборкой автомата, К-74, снаряжением магазина, патронами. Мы бегаем, чтобы участвовать, спокойно проходить эстафету, этап эстафета». «До этого были такие состязания?» «Да, да. Мы принимаем уже два года подряд участие в таких соревнованиях». С 20 по 24 ноября с 10 до 13 часов в общественное приемное председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева будут проходить приемы граждан по вопросам ЖКХ. Участвуют представители Министерства строительства и ЖКХ Республики, Управление госжилнадзора и управляющей компанией. Желающие могут обращаться по адресу черкеск-ленина-154 или по номеру телефона 20-12-12. Как в сегодняшней ситуации лучше всего защитить сбережения от обесценивания? А еще какой может быть траектория ключевой ставки в 2024 году и как она влияет на курс рубля? Об этом и не только расскажет гость нашей программы, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее. Прощаюсь с вами. До завтра. Альбина Ламкова